я сейчас приведу стату путина а вы где в ней скажите где правда где ложь может быть и ложь и все мы провели частичную мобилизацию 300 человек призвали сейчас за последние 6 7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу вооруженных силах и даром и добровольческих подразделений 270 тысяч человек насколько реальная цифра ну вы знаете до частичная мобилизация она как была начата так она и продолжается я могу сказать одно но вот смотрите пригожин закончил вербовку в частной военной кампании 1 февраля этого года он забрал 50 тысяч человек с собой но его место было тут же заняты министерством обороны тут же и уже больше 30 тысяч заключенных завербовано это заключенные резерв там огромный огромный мы можем говорить о том что в перспективе можно забрать еще 250 300 тысяч человек из тюрем и это люди в общем которых никому не жалко и это в общем на рейтинг путина не влияет а если влияет то хорошую сторону то есть он забирает заключенных это же там преступники тюрьма не санатории а то чего пусть они да они исчезают превращаются в живое мясо опять же никому не жалко и плюс ко всему за этот счет не берут ваших сыночков дорогие мамочки хотя их мамочки по всему тоже не очень ценят своих сыночков дальше огромный резерв это бывшие гастарбайтеры и люди которые недавно получили российское гражданство которые хотят получить российское гражданство прежде всего выходцы из государств центральной азии но это могут быть еще там белорусы молдаване но в основном это жители центральной азии люди тоже совершенно бесправные и безгласы и мы видели с вами в августе массовые облавы на бывших гастарбайтеров или людей которые состоят на на очереди за получением российского паспорта хотя это очень странно вот ценность российского паспорта крайне сомнительная как мне кажется крайне сомнительная она все-таки пока не разочаровывает дикхан и здесь тоже резерв порядка ста тысяч порядка ста тысяч и вот вам уже собственно половина от названным названным путином резерва плюс не исчерпаемый резерв вообще не исчерпаемый это жители глубинки россии малых и средних городов особенно национальных окраин та же самая пресловутая бурятия тот же самый пресловутый дагестан вот сейчас уже пошла подтянулась хакасия ингушетия адыге да пожалуйста сколько хотите сколько хотите национальные окраины здесь опять же помимо того что есть ключевое слово окраина и есть еще конечно и отсылка к великорусскому шовинизму естественно национальные и к тому что в этих окраинах полностью отсутствуют социальные лифты вообще то есть человек родившийся в бурятии он не имеет никаких шансов одна из самых отсталых республик регионов россии по ввп на душу населения там какая-то совсем беда и человек будет уродиться будет жить проголодь и быстро умрет а здесь какой-то социальный лифт война как социальный лифт в россии стала удивительным явлением смотрите для заключенных это огромный социальный лифт это путевка на свободу путевка на свободу и путевка к тому чтобы попытка начать жизнь чистого листа ну а если подохнешь вот как я видела сегодня несколько сообщений твоим именем назовут улицу на которой будет ходить там твоя мама и гордиться своим сыночком который раньше был убийца и педофил например огромный социальный лифт это для национальных окраин и огромный социальный лифт это конечно для гастарбайтеров которым которых мечта мечта жизни получения российского паспорта вот пожалуйста и всего то что нужно сделать это пойти на войну никто из них никто из них я вас уверяю никто из них вообще мало кто не дать путевка на войну мы пойдем на войну да страшно идти на фронт да там убивают но почему люди не говорят вообще о том что они идут убивать вот это совершенно удивительно какая-то полностью я не очень уверена что есть применимы слова люди я не уверен и нужно ли его говорить наверное не нужно потому что если честно всех кто приходит убивать в украину украинцев я считаю преступниками честно вам скажу ольга я как раз хотел вас об этом спросить вы частично затронули эту тему я помню как полтора года назад буквально в эфирах с вашими коллегами обсуждали тему мобилизации в россии говорили о том что рано или поздно вот эта глубинка она закончится и придется мобилизовать там москвичей петербуржцев и так далее вот исходя из ваших слов я понимаю что это далеко не близкая перспектива и все-таки у вас прошу как вы считаете когда вот до москвы пойдут повестки что называется а потом и похоронки это перспектива нескольких лет или больше рассказали неисчерпаемый резерв и это те цифры звучат пугающе вы знаете пока неисчерпаемые я вспоминаю вспоминаю статистику российскую статистику к вида там избыточная смертность за год было миллион человек то есть это вот избыточную смертность россияне потеряли миллион человек население кто-то это заметил да не кто а россия пока не потеряла миллион и опять же и миллион она легко переваривать, просто легко. Если никому, никого не жаль. Что касается москвичей, то, знаете, я посмотрела Собянинскую статистику, он говорит, что 45 тысяч москвичей сейчас воюют на фронте. Я думаю, что это примерно так. Во-первых, все начальство, оно московское. Ну, естественно, оно имеет прописку московскую. Во-вторых, конечно, что украинцы всегда это говорят и всегда это пытаются установить. Мальчики и девочки с текстом лата, с демонтированными пальчиками, которые нажимают на кнопку пуска ракеты в Москве. Они же тоже москвичи, и они воюют. И я очень рада, что украинская страна всегда старается установить их имена. И я очень надеюсь, что они молодые, они образованные, они, конечно, доживут. Доживут до суда. И очень хочется на это посмотреть. Тоже москвичи. Потом москвичи еще, собственно, студенты, которые идут за тем самым социальным лифтом. Мы видим студентов из малообеспеченных семей, или студентов, знаете, такого патриотического склада, промытого пропагандой, которые потом возвращаются там через полгода службу в свои институты, и они уже возвращаются на уровне, ну, знаете, как комсорг пришел. Уже пришло такое готовое партийное начальство. За полгода, да, тоже огромный социальный лифт. Особенно, если они чьи-то дети, и это была война в тылу или отсиживание на самом деле в дагестанском ауле или в чеченском ауле, а через полгода ты возвращаешься домой с наградами, ты воевал. И это очень, очень, очень большой рывок в карьере. Тоже москвичи. Тоже москвичи.